Несмотря на то, что сегодня Масленицы широко празднуются не только в селах, но и в городах, в сельской местности народные гуляния получаются более самобытными и атмосферными. В высокой берега Ки, Есенинские просторы, пожалуй, сложно представить лучшие декорации для проводов зимы. Празднование Масленицы в селе Константиново стало уже доброй традицией. В этот день сюда съезжаются гости со всей области, потому что знают – здесь будет весело. В этом году для развлечения публики на праздничной площадке была организована игра «Квест». Участвуя в разнообразных конкурсах и получая за это баранки и бублики, каждый получал возможность выиграть призы. А конкурсы были самыми разнообразными. Детям и взрослым предлагали научиться держать коромысло с ведрами, познакомиться с Емельей, выполнить его задания и даже попариться в импровизированной бане. Ну, во-первых, баню всегда принято было принимать, ходить в баню перед праздниками, чтобы чистыми встретить праздник, ну и тем более дальше будет идти у нас великий пост. И, конечно, перед Масленицей это тоже было принято. И в баню забавы устраивали, и в баню ходили, и печки топили, ну и парились, конечно же. Конечно, традиции посещать на Масленицу баню нами, городскими жителями, уже давно забыто. Мы решили узнать, о каких масленичных обычаях пока еще помнят гости праздника. Блины кушать, чучело сжигать, зиму провожать, весну встречать. Когда мы были еще молодые, поженились, у нас была такая традиция, что на Масленицу ехал взять к теще на блины, она его угощала блинами, а он ей обязательно вез отрез на юбку. Традиций, конечно, немного я знаю, но знаю только одно, что это веселый народный праздник, который славился по всей Руси и до сих пор пытаются сохранить здесь традиции. Сегодня очень весело, празднично, и всем очень счастливым. Пожалуй, самой известной и вкусной традицией на Масленицу является выпекание и поедание блинов. Считается, что блины олицетворяют солнышко. И раньше верили, что чем больше блинов съестся в Масленичную неделю, тем быстрее придет тепло. Ну что ж, нам пришла пора внести свой вклад в скорейшее наступление весны. По весеннему теплое солнышко в этот день явилось главным доказательством того, что блинов на Масленичной неделе было съедено немало. Будем надеяться, что еще один древний обычай – сожжение чучела – поставило жирную точку в череде зимних дней. Продолжение следует...